На сегодняшний день завершено около 70% всех ремонтных работ на улице Советской. Дорожники заканчиваются обустройством примыканий и выкладкой тротуарной плитки. Также полностью заменена система освещения над главной магистралью города. Как отмечают заказчики, дорожники успевают в срок. Работы на улице Советской проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контроль за ходом работы осуществляют и ведомственные, и общественные организации. С инспекции на Советскую отправилась комиссия из представителей ГИБДД, экспертов дорожной лаборатории, представителей городской администрации и проекта «Безопасные дороги». Будем брать, наверное, пять точек по три керна. Испытаем на водонасыщение, соответственно, определяем степень, коэффициент уплотнения. Также смотрим конструктив. Параллельно идут ребята, смотрят продольные поперечные уклоны. Сегодня ночью еще будем договориться с лабораторией. Будут проведены испытания продольной ровности на всем участке. Поперечный уклон дороги устраивается искусственно при строительстве. Говоря просто, середина дороги должна быть выше краев. Такой наклон не мешает нормальному движению, но позволяет отводить воду от дорожного полотна. Первый осмотр показал, что по этому пункту на Советской все в порядке. Кроме того, сразу на нескольких точках специалисты отобрали пробы асфальта, так называемые керны. Их исследуют лабораторно, а также визуально, измеряя толщину слоя. Здесь вот в равном числе должно быть 4 сантиметра толщины в среднем. То есть может быть чуть меньше, чуть больше, но в среднем не менее 4 сантиметра. Если менее, это уже вопрос. Подрядчику, потому что с экономик на толщине асфальта можно заработать больше денег, но качество от этого резко ухудшится. Если комиссия выявит какие-то нарушения, то в зависимости от их тяжести либо будет предъявлено административное предписание подрядчику, либо к разговору будут привлечены правоохранительные органы. Итоговые результаты контрольных мероприятий станут известны лишь после лабораторного анализа образцов. Павел Юрасов, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.